ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ То, наверное, мы сейчас, в принципе, можем пойти сразу на вот эту желтую барышню Я предлагаю вот сюда телепортнуться Я единственное не припоминаю, насколько я сделал, точнее не сделал, а дал оружие новое, которое мы получили всем, кому только можно Но я смотрю, что все фиолетовое оружие как бы при деле, и все хорошо в этом плане, поэтому можно не париться Единственное, что не хватает каких-то динамитов, хотя динамит у кого-то есть Не хватает каких-то аптечек, наверное, можно использовать еще из хранилища По-моему, есть граната, граната это хорошая тема Но граната тоже занята, то есть, к сожалению, мы, в принципе, больше ничего дать им не можем Мы могли бы, наверное, прямо подойти сейчас вплотную к ее дому Он находится прямо вот здесь После чего просто-напросто объявить войну и напасть Мы встречаем все еще с вами новые вот эти фракции Я не вижу в них никакого смысла с ними воевать, наверное, я просто-напросто не буду Я не очень понимаю, вы что здесь, зацепились за что-то или что случилось? Почему вы никуда не идете? Да, они просто, походу, цепанулись за угол, но ничего страшного Но мы, собственно, находимся рядом Я единственное, что не очень понимаю, как мне все-таки объявлять именно войну, а не просто нападать Давайте вот посмотрим, например, мы сейчас среди вот этого всего найдем то, что нам надо Очень много вот этих вот непонятных организаций Враг у нее вот этот У нас как бы к ней нейтралитет А, мы могли нажать вот сюда, да, наверное И деловое соглашение какое-то Деловое соглашение у нас с ней Можно зайти вот сюда, да, получается И сказать ей, что мы хотим Как-то объявить войну Но объявить войну я не могу, потому что есть деловое соглашение Давайте его попробуем нарушить Это замечательно После чего просто-напросто начнем с ней войну Можем пригласить вот этого господина Это не так важно, потому что по-хорошему Мне это все не надо И попробуем зайти вот сюда, если мы успеем Но мы не успели, к сожалению Нам придется воевать с охраной Охрана, по-моему, здесь не очень серьезная Да, 110-72, в принципе, мы таких на зубок раскалываем Наверное, кого-то можно вырубить битой Даже не стесняясь Потому что он немножечко полежит и откиснет А мы пока добьем остальных Кто следующий? Ты следующий Ну, дружище, тебе вообще следовало бы умереть И, кстати, меня походцали очень неприятно Но я не буду сильно расстраиваться по этому поводу Можно было бы отхилиться Но, опять же, не вижу в этом никакого смысла Следующий походит тот, у которого осталось мало ХП А этот, в принципе, уже почти мертвый Но он лежит в нокауте Есть ли смысл стрелять? Ну, есть смысл стрелять Потому что я все равно не могу другого никого выстрелить Здесь как бы и подхилить надо, в принципе Да, давай попробуем, подхилим его Я надеюсь, что никто особо меня сейчас дамажить не собирается Поэтому хил нам нужен Потому что иначе придется здесь стоять и ждать Ну, а мы тем временем выстрелим вот в этого Он решил в меня не стрелять Ну и правильно сделал, дружище Я пока тебя не буду убивать Мы вот так вот отложим ход А ты подхилишь вот этой вот штукенцией Сама себя Потому что, ну, опять же Мне не хочется тратить время просто на ожидания Да и телепортироваться к себе на райончик тоже не очень хочу Значит, все Вроде со всеми разобрались Я так понимаю, что ХП у всех целое Получаем там что-то Какие-то бабки Какие-то пистолеты Вот еще у нас есть всякие бонусы За 500 дурной славы В принципе, можно было бы сейчас еще одного человека нанять У меня достаточно денег Ну, давайте поприкалываемся Почему бы и нет Значит, смотрите На 500 дурной славы Здесь есть вот такие всякие дядьки И, в принципе, наверное Мы могли бы что-нибудь придумать 86 всего лишь Очень печально А где по здоровью побольше? 168, он с дробовиком Слушайте, а вот это неплохо, кстати Может быть, мы его возьмем сколько хочешь? 31 500, ни хрена себе ты загнул Ну, 31 500 мы сейчас, конечно же, не возьмем 36 750 Ну, значит, походу с этими мы воюем пока что в таком составе Давайте смотреть, какая локация Локация нам, в принципе, уже, по-моему, знакома Да, мы где-то на такой воевали И это отлично Это хорошо Наверное, мы пока что будем с вами вставать в некую позицию Более-менее под укрытие Есть ли смысл подключать наблюдение, не знаю Но я попробую все-таки Значит, все здесь у нас толпой стоят Я напомню, что у нас есть замечательная граната Которую мы, конечно же, используем Кто-то решил подойти просто поближе Ну, в целом, в этом есть смысл Вот это два очка хода, да? Это два очка хода Это мне не очень нравится Попробовать ее убить, может быть Может быть, все-таки снизойдет на нас удача Но удача, к сожалению Сейчас пока что не на нашей стороне В нас стреляют не очень больно Но все равно неприятно Причем стреляют два раза Пойдешь ли ты вот сюда, подруга? Да, ты вроде идешь Но не доходишь до того места, до которого надо Очень жаль Ну, давайте смотреть, что у нас тут получается Можно выстрелить Соточка Здесь 63 Ну, давайте вот в этого стрелять Потому что там охранник достаточно серьезный И желательно бы от него избавиться В самое ближайшее время Так, у нас есть еще вот эта барышня Я так понимаю, что она тоже какая-то подручная И у нее автомат С автоматом надо быть поаккуратнее Хотелось бы, чтобы они сейчас немного в кучу вбились Вбились и сбились И, соответственно, я мог бы тогда Это все дело Именно провернуть так, как мне нужно Я бы просто что-нибудь им кинул У меня, кстати, динамит Блин, вот это вот плохо, что я сюда не устреливаю Может быть, вот это мы можем убить Блин, ну опять же не полностью А сюда А вот это полностью Ну давай, пожалуйста, попади Но ты, дружище, решил, что это тебе не надо Слушайте, ну что, будем вставать пока в эту позицию Надеюсь, что гранаты у них нету Потому что это будет очень грустно Я включу наблюдение Может быть, кто-то все-таки пошевелится в нужную сторону И, соответственно, отъедет, не знаю Так, еще есть вот этот охранник 80% И, в принципе, мы, наверное, всех уже увидели Я так понимаю Так, стреляет бабуля Бабуля, а ты не хочешь вот сюда нанести кровотечение? Скажи мне, пожалуйста Блин, прямо вообще слышит мои просьбы Сейчас вот этот вот персонаж отъедет Насчет него можно больше не париться Ходит наш главный И что наш главный может нам предложить? Он может выстрелить вот сюда, например И это 60 Либо мы встанем вот сюда И попробуем сделать немного по-другому Например, мы выстрел из дробовика провернем вот в таком формате Можно двоих зацепить? Можно, и причем 65-70 Но при этом он все равно вот в этого промахивается, к сожалению Ходит вот эта баба, стреляет из дробовика Но, блин, она промахивается вообще во всех При этом получает немножко снаблюдения И мы можем еще пострелять В кого из вас, собственно, попробовать? Ну, наверное, надо добивать Или, может быть, здесь попробовать Блин, наблюдение достаточно далеко включать И позиция у этого дядьки не очень хорошая Его нужно куда-то срочно отводить И я думаю, что мы отведем его куда-то сюда Так, попадание 68 Это больно Ой-ой-ой-ой-ой-ой Да это же потери Слушайте, у меня почему-то есть такое подозрение Что я не буду это переигрывать Нора Квин погибает Скорбим Аминь Я, ну, не вижу смысла сейчас Это не имеет никакого совершенно значения Вот, имеет значение то, что нам нужно сейчас просто всех убить И если мне понадобится Я сейчас просто куплю себе нового персонажа Ну, наверное, мне понадобится Типа, ну, просто действительно сейчас что-то там переигрывать Я не вижу никакого резона Ибо, ну, умер и умер Че бубнить-то Надеюсь, что оружие, которое у нее было Оно все-таки останется моим Потому что там достаточно хорошие пушки Блин, подхилить ли вот эту или подхилить вот этого Это хороший вопрос Это дает 30 и накладывает снадобья Снадобья это тема хорошая Давайте-ка подлечим, во-первых, его А во-вторых, наверное, подрубим опять же наблюдение Да, потому что А, нет, он может стрелять Я почему-то думал, что он не сможет выстрелить Кто у нас следующий ходит? Не знаю, кто следующий Мы до них еще не добрались Но стрелять надо, по-моему, вот сюда Либо кинуть им бомбу Вот эту Давайте-ка я сюда Блин, не могу я швырять Да что ж такое Значит, мы будем стрелять из винтовки Отравление, кровотечение В общем, все звучит очень даже неплохо Здесь 48 Че у нас тут? Тут 5 Тут 28 Ну, короче, походу будем добивать Че, еще один выстрел из дробовика может провернем? Ну-ка, покеш Да, сразу троих зацепим Ну-ка, попадем во всех Блин, ну опять вот в эту не попадаем Ну, че за подстава-то такая, я не пойму И этот выстрел из дробовика еще делает Здесь нужен какой-то срочно подхил Ходит у нас дядька с автоматом Ну и можно добивать, да, получается Вот этого мужчину Или женщину Ну, в общем, она должна была следующая ходить Но она этого делать не будет Это нам на самом деле на руку Надо как-то еще и с боссом разобраться, да, получается И вот с этим вот персонажем Но этот персонаж уже походил И здесь можно не особо заморачиваться Добивать вот этого И, в принципе, наверное, не париться Как вариант Сейчас походит вот эта барышня Что она будет делать, я пока не очень представляю Она решила подойти поближе И все-таки, скорее всего, выстрелит А, вот она бросает гранату И вот это уже не очень хорошо Потому что мы теряем с вами еще одного персонажа Слушайте, скажу вам честно Я не думаю, что, наверное, стоит переигрывать, да Потому что, ну, блин, ну нахрена Мы просто уже заканчиваем игру И никакого в этом смысла нет Я сейчас немножко такой на расслабоне играю Мы просто наймем с вами новых людей И с ними уже пойдем в бой Я не буду совершенно насчет этого париться Да, это неприятно Они с нами прошли какое-то время Но, в принципе, мне совершенно пофигу Я надеюсь, что сейчас она умрет Блин, ну, конечно же, нет Она не умирает Но у нее при этом отравление И кровотечение И всякая подобная фигня Причем очень странно Что они именно умерли Потому что это способность Которая не дает им умирать сразу И они, соответственно, еще какое-то время Там валяются И я могу их поднять Ну, на самом деле Это действительно очень странная фигня Не знаю, почему это так сработало Но тем не менее Короче, я включу вот так вот наблюдение И, может быть, кто-нибудь из них нарвется Соответственно, да А почему ты не можешь ни в кого стрелять? Вот так прямо Ну, вот здесь соточка Ну, давай тогда добьем вот этого господина Чтоб он нам не мешал Почему бы и нет Аптечка первой помощи Но, барышня, ты здесь все-таки Отхватываешь какие-то Какие-то потери будут у вас Вот вы отхватываете по урону неплохо И давайте что-то Что-то с этим сделаем А куда ты собрался? Ты собирался паниковать вроде И потом передумал, да? Сменим твое оружие наобратно И в кого-нибудь выстрелим Блин, а здесь два очка надо Нет, одно нужно Значит, можно Можно вот сюда вот выходить И не стесняясь стрелять Причем стрелять надо в босса Хотя нет, зачем в босса стрелять? У босса же там кровотечение и отравление И у этого тоже Ну-ка, давайте смотреть Да, она падает замертво Получается, что, осталось два человека у них, да? Или один вообще остался? Наверное, один Потому что один лежит на земле Или что? Да, все верно Потери вот с этой барышней С этой барышней неприятно Да, согласен Но в целом совершенно пофигу Захватываем, делаем здесь убежище Можем сделать вот это вот здесь снова же боссом Я не вижу смысла вообще запариваться по этому поводу Война у нас окончена К сожалению, у нас стало на два человека меньше Но сейчас мы обязательно кого-нибудь наймем Давайте посмотрим, какие у нас есть варианты Главное брать тех, кто в хороших отношениях друг с другом Ну вот, например, ты кто? Ты стоишь 17 тысяч Ты у нас любишь автоматы Но, в принципе, может быть и на винтовке ты готов Но нам, получается, нужно взять того, кто все-таки любит винтовки Да, выходит так Я же правильно понимаю Вот ты, например Вот ты любишь у нас винтовки Ты 81 хп У них какое-то хп ужасное просто 81 Вот здесь 90 Ну-ка, ты что скажешь? 72 Вот это соточка И здесь какой-то дядя снайпер И тоже врач Давайте, например, вот этого наймем Он не очень дорого стоит Мы можем его сразу экипировать Мы прокачаем ему то, что уже знаем Давай дадим тебе что-нибудь Какая винтовка у нас освободилась? Получается вот это Получи Я тебе дам еще, получается, вот эту вот историю У тебя будет 130 здоровья А что еще? Ну все Это нам ничего не надо, в принципе Давайте еще тогда кого-то брать Кого мы можем взять с вами? Еще одного стрелка Либо есть вот такие дядьки Но у них, блин, здоровья вообще очень мало А второго мы потеряли с автоматом, получается Да, то есть нам нужен кто-то С более-менее хорошим хп И возможностью брать в руки автомат Например, вот этот вот человек Но давайте запомним вот эту вот барышню Да, это кто был? Вот это получается У нее хорошее отношение Вот с этой Но у нас вроде никого нету, да, из этих Ну и пофигу Короче, будем брать вот это вот, получается И дадим ей автомат Но единственное, что нам нужно сейчас немножко подкопить денег А что у нас получается по заведениям? По заведениям, наверное, все нормально Да, мы захватили какую-то часть Я просто не знаю, где у нее были эти заведения В принципе, не понимаю Не особо вообще всматривался в желтые цвета И... Да и хрен ты с ним Слушайте, ну... Что-то как-то не особо прямо увеличилось Что-то не особо увеличилось Но в целом... В целом, да и ладно Сейчас мы последнего пойдем убивать Конечно, я думаю, вы понимаете, что мы не будем заниматься вот этой вот рутиной По захвату всех там каких-то зданий Никакого смысла в этом, конечно же, нету Вот Потратим просто-напросто время А время, как вы понимаете, это деньги В общем, мы сейчас пойдем за нашим самым главным И последним врагом Ну, главное он только потому, что он один остался Вот Будем его убивать Кстати, а вообще этой игре, ну, как на мой взгляд Не хватает просто какого-то разнообразия Я, конечно, понимаю, что там сейчас продается в стиме уже Сезонный абонемент Который включает в себя все последующие обновления И парадокс будет, соответственно, все это дело выпускать Будет, наверное, что-то обновляться И, возможно, я бы все-таки на стриме эту игру посмотрел в следующий раз А может быть, записал бы второй сезон Если действительно здесь будет что-то много интересного А не то же самое Под тем же соусом, да, грубо говоря Будет просто-напросто неинтересно на это смотреть Поэтому будем ждать каких-то серьезных изменений Какое-то задание выполнено Мы получили 10 тысяч Слушайте, с таким раскладом я могу, в принципе, человечка и получше взять Ну, хотя вот это не очень плохой персонаж 127 здоровья Я не вижу смысла отказываться Давайте брать ее 1200 она просит оплачивать Конечно, мы тебе дадим огонь на подавление Мы тебя сейчас экипируем Получается, ты у нас берешь в руки вот этот вот автомат замечательный Он, кстати, не самый лучший Но и не очень-то и плохой, я вам скажу Поэтому, почему бы и нет Что по бронежилетам? Вот эти бронежилеты еще есть в хранилище Тебе выдаем Вообще, в принципе, можно было бы сюда зайти Но мы видим, что здесь как бы какая-то фигня И по вот этим приколюхам тоже ничего хорошего Ну, хотя можно дать ей вот эту штуку, да И на нее будет много здоровья Ну-ка, давай-ка так и поступим Попробуем сейчас так и сделать Где у нас еще одна новая барышня? Вот это ты, да? Ну-ка, покажи нам, что у тебя имеется Мы тебе сейчас вот эту хрень дадим в руки И у тебя здоровье становится 160 Я думаю, что вот тот самый слабый бронежилет Не лучше, чем увеличение здоровья Смотрите, Хью Миллер терпит неудачу В поисках информатора и возвращается Так, и куда он возвращается? Можно ли мне узнать? Я не вижу его, чтоб он вернулся Ну, а здесь что написано? Ну да, вот он где-то есть Уволить, переименовать, закрыть Ну вот мне бы тебя куда-нибудь бы сейчас направить Чтоб ты подошел поближе Я хрен его знаю, где ты находишься Может быть ты где-то здесь Да и здесь его значка не видно Непонятная хрень, если честно Наверное, это все-таки связано с какой-то недоработкой в игре Недоработки присутствуют Ну вот мы видели баги, когда убиваешь человека И появляется он заново Это все, конечно, фигня полная Я надеюсь, что это поправят И все будет отлично Ну да ладно, не будем трепаться языками Давайте собирать наш честной народ И отправляться, собственно, убивать Мы будем отправляться прямо вот сюда Я так понимаю, вход находится с этой стороны После чего, когда подойдем По классике объявим войну и нападем Интересно, что-нибудь произойдет после того, как мы с вами это все дело захватим Или не произойдет Я думаю, что не произойдет Нам ничего хорошего не скажет Я пока с вашего позволения какие-нибудь улучшения Качну Почему бы и нет Вот, наверное, молва здесь нужна И обстановка, конечно же, будьте добры А что у нас тут еще есть? У нас есть вот такое заведение В нем мы тоже что-нибудь с вами прокачаем Давайте обстановочку бахнем Давайте молву Да, потому что я вижу, что здесь неполное Ну и отражение, судя по всему Потому что подозрение здесь соточка А это не дело Какой-то новый талант Ну давай посмотрим В принципе, есть ли в этом смысл Укрыться от атаки Это устроенный вами взрыв С вероятностью 5% Может вызвать детонацию У любого другого персонажа со взрывчаткой Слушайте, а вот это, кстати, прикольно звучит Давайте возьмем это И подойдем поближе Собственно, после чего Блин, ну конечно же После чего мы должны с вами Объявить войну Мы зайдем с вами в дипломатию Найдем, конечно же, господина В розыске Смотрите-ка Я в розыске, черт возьми Но это интересно, конечно Нейтралитет он нес К нам А почему вот это здесь Ну, допустим Хорошо, не будем выдаваться подробности Просто нажать кнопочку Объявить войну Все Нас все устраивает Просто заходим Надеюсь, что охранники не сагрятся Они даже не успели ничего понять Ну а мы-то уже внутри здания Блин, хотел сказать я Но на самом деле охранники что-то поняли И нам придется их к чертовой матери убить Эта сволочь еще меня и надамажила Я думал, что все обойдется без каких-то проблем А почему у тебя в руках непонятно что Можно вот все-таки, да Вот эту вот историю взять в руки Добивать ли его? Ну, наверное, надо добить Потому что он следующий иначе походит И будет не очень приятно В упор его расстреляли Не совсем честно Но тем не менее Тем не менее Так бывает Значит, добьем ли мы вот этого? Нет, этого не добьем А ты у нас, в принципе, можешь кого-то отхилить И, наверное, надо отхилить, получается, да Чтобы не ждать потом Давай вот этого отхильнем быстренько И еще и выстрелим К тому же, например, сюда Так, ну здесь у нас наблюдение Здесь вот этот дядька стреляет Может крит 127 залетает Прям в кабину Просто шикарно Я не понимаю, как это работает Вот эти деньги тоже Типа 1700 я получил Какого хрена я 1700 получил? Ведь Здесь было всего 3 охранника Хотя и там было 3 охранника Но я получил при этом Не 1000, а 147 То есть, ну, вообще непонятная история Короче, ну да ладно Сейчас буквально чуть-чуть подхилимся Я так понимаю, только боссу надо Немножко здоровья Кстати, здоровья у него стало Намного больше Один из ваших ребят сообщает Что Хин Синг играет нечестно И думает, что Хью Миллер Станет работать на них Но Хью хранит вам верность Он вас не покинет Затем вы узнаете о сумме Хин Синг предлагает 150 тысяч Пусть Хью найдет и представляет Того, кто сделал это предложение Публично Пусть это станет моим посланием Минус 100 к уважению храфта с фракции Плюс 5 к угрозе Хью получает Плюс 5 к лояльности Пусть Хип Синг знает Что если они сделают Такое предложение непосредственно мне Хью Миллер может проваливать При успехе вы получаете 150 тысяч Они попытались бы обломаться Всего и делов Хью получает плюс 5 к лояльности Давайте нажмем вот это, наверное Не знаю, на что это повлияет Мне как бы это отношение С этой фракцией Никаких не приносит дивидендов Поэтому я, пожалуй Просто-напросто уже зайду Наконец-то в это здание И давайте посмотрим Что там будет происходить Потому что я думаю, что Ничего такого прям страшного Опять же, знакомая локация Вот тоже, да, как бы Пища для размышления Это локации Их очень просто мало Просто максимально мало И это очень грустно Я, пожалуй, вот здесь вот ход Буду откладывать Опять же, если у нас Будут какие-то потери То я на это подзабью Потому что, ну Это последний бой Он, конечно, важен Но запариваться сильно не стоит А что у тебя в руках? У тебя, дружище, пистолет Интересно, есть ли у тебя Что-то посерьезней? Я все-таки думаю, что нет И, к сожалению, вот этот тоже Стрелять пока ни в кого не может Очень жаль Но давайте мы встанем с этой стороны Здесь есть хорошее укрытие Вообще, я смогу потом бомбочку бросить Пока что будем просто-напросто наблюдать Посмотрим, куда они походят Охранников, опять же, стандартное количество Я так понимаю, что они никаким образом не меняются Что, опять же, наверное, неправильно То есть, как по мне Это должно выглядеть следующим образом Что эти ребята получают какое-то влияние В разных районах Соответственно, у них становится больше денег Соответственно, у них становится больше возможности Да, например, нанять себе серьезную охрану А нам, соответственно, становится сложнее их убивать Ну, должно это работать, по-моему, как-то так Соответственно, мы можем стрелять Либо бросить гранату Вот этот умирает 100%, давайте его тогда добьем А, охренительно добили Но, в любом случае, там отравление Там что-то еще Но вот эта барышня решает его подлечить Я надеюсь, что вы сейчас в кучу встанете И я вам кину какую-нибудь гранату Далее у нас господин с усами Дядька стрелять пока не может, к сожалению Нужно куда-то встать И понять, что с этим можно делать Очень странно, что я не могу стрелять, на самом деле Меня это очень расстраивает А если я вот сюда встану, например Что-то изменится Ни хрена не меняется, к сожалению Поэтому будем опять же наблюдать Типа помеченная цель Я не очень понимаю, что дает эта способность Наверное, она дает возможность всем мочить меня Но мне пофиг совершенно, если честно А что у тебя с такой меткостью, да, дядька, не подскажешь? Ну давай вот это попробуем вырубить Она нас зачем-то пометила Но он не попадает просто-напросто Это грустно, конечно Может быть, в зону наблюдения желаешь забежать? Походу, желает И решает прям сразу отъехать, чтобы не мучиться Это хорошее решение Плюс здесь кто-то еще помер Или мне показалось? Да нет, мне не могло показаться Нет, мне все-таки показалось Он просто получил урон Значит, что делаем дальше? Надо как-то кого-то убить Подводить ли этого поближе? Да, наверное, подводить В принципе-то почему бы и нет Но насколько близко мне его подвести? Может быть, спрятать его пока что вот сюда? Ну, относительно спрятать Я вывел его, поставил на открытую позицию Просто не добежал он ни до какого нормального укрытия Но у него есть еще один ход И это отлично Я, соответственно, падаю вот сюда И мы уже отсюда стреляем из дробовика Давай смотреть Но у меня есть подозрение все-таки, что этот сам помрет А в этого бы я, наверное, бы выстрелил Посмотрим по урону, что пройдет Проходит 45 без крита Ой, здесь тоже пока все грустно Здесь придется наблюдение подрубить И посмотреть, что произойдет Собственно, дальше Дальше у нас какая-то граната Граната это неприятно Причем вот такая вот с газом Отравление, да, я так понял Нужно будет подлечиться И посмотреть еще подлечиться таким образом Чтобы у нас негативный эффект отъехал, так сказать С нашего вот этого нового персонажа И здесь мы не убиваем Здесь кто-то ходит с набором врача Я не понимаю, вы что? Все какие-то нахрен медики, сволочи такие Ну да ладно, вы просто оттягиваете Неизбежное по-хорошему Я уверен в победе Кто здесь у нас самый важный? Вот ты, наверное, да? Блин, или тебя добить Да нет, надо добивать, наверное Потому что, ну а что она будет бегать Меня стрелять Не надо им давать такой возможности Лишний раз походить Значит, что касается отравления Мы сейчас будем думать Мы либо ее отсюда уведем Либо у нас есть доктор, да Которого есть вот такая вот фигня И, кстати, у меня есть бомбочка Бомбочка, кстати, шляпа полная получается, да То есть есть смысл просто подрубать наблюдение Блин, вроде винтовка А как бы наблюдение подрубить не могу Это одно очко хода То есть если я куда-то встану То я куда-то выстрелю Давайте вот сюда вот встанем Я не очень понимаю, почему я не могу отсюда стрелять Ну что это за чушь? Они просто решили без остановки хилиться Вот здесь вот опять какой-то отхил произошел Вот здесь потом атака пошла Ничего страшного Окей, хорошо Смотрим отсюда, что у нас может получиться Попадешь ли ты вот сюда? Блин, ну вроде 50% типа, да Или мне кажется? Я просто не понимаю Нет, сюда ты не попадешь Здесь написано 50%, но я стрелять сюда не могу Получается, могу стрелять только в босса Я по нему попадаю, в принципе, прилично на 42% Здесь у нас отравление И хожу снова я Значит, гранаты, к сожалению, нету Можно попробовать шмальнуть из дробовика вот так вот Посмотрите, как сочно Мне кажется, нужно по-любому так делать Потому что они прям встали в ряд И очень хотят отхватить Получают, собственно, все Этот наконец-то умирает Он очень долго мучился, но Как вы видите, он домучился Значит, эта стреляет из пистолета Это не страшно Меня вот интересует, что мне делать с этой барышней Она ходит у нас непонятно где, да? Почему она вообще не ходит? Я вроде ей не ходил Или мне показалось Подхилить ли сейчас? Ну давайте подхилим, наверное Блин, или нет? Погоди, не хочу с автоматчиком бегать Давайте мы попробуем вот эту барышню пострелять Из автомата Мне кажется, это будет эффективнее Ну барышня действительно умирает Здесь у меня какое-то подавление Это меня не беспокоит вообще И эти ходят куда-то там Но они могли этого не делать Слушай, ты можешь угомониться, дружище? Потому что, ну, зачем ты это делаешь? Давай мы тебя просто выстрелим в лицо Сколько урона нанесем сейчас посмотрим Может быть крит какой-нибудь пройдет Но прошло отравление, что тоже неплохо Это значит, что жить ему осталось последний ход И вот этот наш господин получает Хотелось бы, конечно, выехать без потерь Я ничего не обещаю Но, тем не менее, очень хочется Я думал бы подхилиться вот этим Но все-таки я передумал Могу ли я стрелять в босса? В босса могу Это значит, что надо это делать Обязательно Подъезжает кровотечение Он здесь совершенно один И значит, его никто не подхилит Тут есть вот какой-то такой боров С дробовиком Который, видно, тоже мафиози И, наверное, представляет какую-то опасность Но явно не для меня Барышня-то вообще сама себя может подхилить Можно не париться Давай, отлично Все, боевой дух Туда-вось удово Отводим тебя нахрен вот с этой вот хрени И все-таки отравление остается Видно, все, кто теперь туда наступают Получают отравление, как ни крути Давай, два человечка сразу дамажим Один, наверное, умирает Ну, он падает при смерти Пока что еще не умер Но это уже очень рядом Слушайте, 8 хп у него осталось Он мог сейчас сдохнуть Но он два раза, походу, да Делает себе инъекции из аптечки И у него становится 138 здоровья Ну, не прикольно, конечно Я понимаю Но давайте пока что продолжим убивать этих пешек Не очень понимаю смысл этого щита от пуль Когда людей осталось очень мало И ты примешь на себя этот урон И, соответственно, сам сдохнешь Но вот этого мы по-любому добьем Даже с этим щитом, мне кажется Да ведь Ну да И вот она падает при смерти Все, щит закончился на этом Уже один человечек у них в панике И не знает, куда, собственно, деваться Я буду продолжать убивать босса Ну, выходит, что это все, да Получается мне либо выйти вот сюда Но я ни в кого не смогу стрелять А, вот сюда могу выйти Ну, давай выйдем Да выстрелим ей из дробовика Она все равно сваливает Собралась Какая ей нахрен разница, в принципе Что будет происходить И она просто умрет Мы попробуем сейчас добить босса Но единственное, что нам нужно, получается Выводить людей Или ты попадаешь Да не, ни хрена ты не попадаешь Ты не попадешь А если вот отсюда? Отсюда тоже не попадешь Ни откуда ты не попадешь? Только если куда-то вот сюда выводить И стрелять Можно казнить, конечно Почему бы и нет Давайте себе в таком Не будем отказывать Например, вот с этого начнем Потому что Он явно напрашивается Они все одинаково казнят или нет? Нет, все-таки есть какая-то разница Выстрел, например, в лицо из винтовки Она захлебывается кровью Выглядит неплохо Значит, дядя, ты ходишь Ну что, добьем мы сейчас с тобой босса И закончим этот бой Или все-таки нет Вообще, наверное, если я сейчас попаду Я, скорее всего, попаду То босс просто-напросто умрет сейчас от отравления Потому что у него там оно наложено И... Да, этот все-таки решил промахнуться Ты у нас точно не умрешь Я тебя опять же пропущу Давайте посмотрим Блин, у него реально осталось 3 хп Но это как бы не смешно И надо попробовать добить Ну-ка Блин, не, сюда мы ничего не докинем Я предлагаю пропустить ходы Вот этих вот бесполезных господ И, собственно, походить тем Кто реально сможет его добить А добить его сможет реально Выходит только Барышня в шляпе, да? Или тоже нет Тоже нет А если отсюда Блин, вот отсюда сможет Это 2 хода я делаю или нет? Нет, это только 1 ход Она достаточно далеко может просто бегать Поэтому мы добегаем Мы стреляем с вероятностью 100% И этот бой завершается, да ведь? Или что? Мне надо кого-то добивать Нет, добивать никого не надо Нам дают пистолет уникальный Нам дают 3600 баксов 500 баксов еще сверху независимые Какой-то динамит, какие-то аптечки И, собственно, это победа То есть даже делать ничего дальше не пришлось Мы выигрываем Сложность подручной была Но, тем не менее, я не считаю, что Это было достаточно просто В начале просто вот эта вот рутина Она, ну, не давала покоя Мне казалось, что я не вывезу историю Но, действительно, имбово просто убивать главарей И не париться насчет захвата каких-то других заведений В целом это вообще не нужно И вот над этим тоже разработчику надо поработать Потому что иначе игра превращается просто в закликивание главных зданий И, соответственно, весь интерес пропадает В каком-то менеджменте, да, в каких-то боях Ты, в общем, просто приходишь, просто убиваешь Просто получаешь кучу денег И, собственно, на этом все Это как-то немножечко неправильно Во-первых, также нужно добавить обязательно Каких-то еще разных бизнесов Которые требуют, может быть, какие-то еще дополнительные условия Ну, как, например, алкоголь и бар, да И что-то еще подобное придумать Чтобы одно здание зависело от другого В общем, идей, мне кажется, много И возможностей для развития тоже имеются Но, тем не менее, серия на этом завершается И я вас поздравляю с победой Спасибо, что смотрели Ставьте лайки под видео Подписывайтесь на канал До новых встреч И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok